МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии прямого эфира Антон Катиновский. Ну а сурдоперевод осуществляет, как всегда, мой коллега Дориан Абдрасилов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Парламент одобрил отмену закона о лидерстве. Депутаты на совместном заседании Палат парламента в двух чтениях признали утратившим силу закон о Елбасы. Какой статус закрепится за Нурсултаном Назарбаевым, а также каких привилегий он лишится, согласно принятому закону, в материалах нашего сюжета. В работе заседания обеих Палат парламента приняли участие 44 члена Сената и 93 депутата Мажелиса. Первым на собрании выступил депутат Ерлан Саиров, ведь именно он и является одним из инициаторов отмены закона о первом президенте. Казахстан, республика, с мажелисными депутатами, халықтын, басым... Группа депутатов Мажелиса республики представила данный законопроект с учётом мнения подавляющего большинства населения страны. В свою очередь, депутатская группа Нового Казахстана обратилась в Конституционный суд по данному вопросу. Конституционный суд постановил, что закон о первом президенте Республики Казахстан Елбасы не соответствует новой конституции страны. Предложение депутатов было одобрено. По словам нового министра юстиции Азамата Яскараева, для полной отмены закона о Елбасы нужно пересмотреть ещё 20 нормативных актов. Однако Нурсултан Назарбаев сохранит статус неприкосновенности как экс-президент, что не распространяется на его родственников. Отныне близкие экс-главы государства могут быть привлечены к ответственности за любые нарушения закона. На статус личной неприкосновенности экс-президента посягать нельзя. Такое посягательство будет преследоваться по закону. Сейчас гарантии распространяются на его счета и имущество. Эти гарантии будут отменены в случае принятия соответствующего закона. Напомним, первый президент страны Нурсултан Назарбаев обеспечен местом проживания, охраной. Он также получает пенсию, размер которой равен 80% от заработной платы президента. Оружиант Нейбаева, Мирюерт Хадрбаев, Аманжол Махтабай, телеканал ЖЭЦУ из Астаны. В Казахстане стартовало первое платное единое национальное тестирование. Причем особенностью этого года стало то, что отныне школьникам предоставляется возможность сдать ЕНТ пять раз. Из них две попытки основные, результаты которых будут учитываться в конкурсе на гранты. А оставшиеся три – возможности для поступления на платной основе. Какие еще новшества коснулись школьного ЕНТ? На этот и другие вопросы ответ у моей коллеги Эльвиры Ликеровой. В первом потоке платного единого национального тестирования принял участие султан Мурадханулы, ученик 11 класса специализированного лицея для одаренных детей номера 24 города Талдыкурган. Профильные предметы абитуриента – география и математика. С первой попытки султан набрал 121 балл из 140. Это отличный результат для претендента аттестата особого образца. На данный момент учусь в лицее, также посещаю курсы подготовительные и готовлюсь сам самостоятельно. Спустя 4 часа из зала тестирования выходит еще один парень с улыбкой на лице спешит поделиться результатами со своими друзьями. Его профильные предметы – информатика и математика. Стоит отметить, с нового учебного года информатика была включена впервые в список предметов по выбору. В связи с этим поступающие на специальности подготовка учителей информатики, информационной технологии и информационная безопасность сдают ЕНТ по комбинации математика-информатика. ЕНТ прошло хорошо. В основном вопросы уже встречались на сайте тест-центра «Пробный». Набрал я 102 баллов и довольны результатом. Какие профильные предметы? Информатика-математика. Единое национальное тестирование – система оценивания знаний по пяти предметам, по результатам которых абитуриенты поступают в казахстанские вузы. С нынешнего года ЕНТ можно будет пройти пять раз. В январе, марте и августе для поступления на платной основе, а в июне и июле для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. ЕНТ включает в себя 120 заданий. Общее время тестирования составляет 4 часа, то есть 240 минут. Внесены изменения в количество тестовых заданий по предметам истории Казахстана и грамотность чтения. Теперь в одном варианте истории Казахстана будет 20 тестовых заданий. 10 с выбором одного правильного ответа и 10 на основе контекста. Также, если раньше по грамотности чтения абитуриенты отвечали на 20 вопросов, то теперь будет 15 тестовых заданий по трем текстам. Профильным ведомствам было принято решение уменьшить количество вариантов ответов в тестовых заданиях с 5 до 4. В тестовых заданиях с одним или несколькими правильными ответами с 8 до 6. Заявку на участие в первом ЕНТ подали более 4,5 тысяч учеников со всей области ЖТСУ. Тестирование продлится ровно месяц с 10 января по 10 февраля. А место проведения специализированный центр тестирования ЮС-стадии, расположенный по улице Ракишева. Эльвира Ликерова, Жайя Курманбаев, телеканал ЖТСУ, Палдыкурган. Смена формата в области ЖТСУ объявлено штормовое предупреждение. Ночью на большей части региона столбики термометров опустились до минус 30. Из-за сильных морозов в регионе в некоторых школах области отменили занятия и перевели детей на онлайн-обучение. В настоящее время в 338 общееобразовательных школах региона обучаются 128 393 учащихся. Из них в шести школах 354 учащихся с 1 по 4 класс. В трех школах 802 учащихся с 1 по 9 класс. В 25 школах 5578 школьников переведены на дистанционное обучение. Это учащиеся Алакульского, Кирбулакского и Коксусского районов. Из них в Алакульском районе 4622 человека, в Кирбулакском – 2033, в Коксусском районе – 79. В зависимости от метеоусловий, информация о переводе детей в онлайн-формат обучения будет сообщена школьникам и родителям заранее. Закон о банкротстве. Кто из граждан будет освобожден от оплаты кредита? Какие будут выдвинуты требования к претендентам? Ответы на эти и другие вопросы прозвучали на брифинге с представителями Департамента госдоходов. По словам спикеров, поправка в закон предусматривает помощь для отдельной категории граждан в освобождении от долгового времени. На сегодняшний день существует три типа законов о банкротстве. Первые два – это банкротство во внесудебном и судебных порядках и восстановление платежеспособности. Внесудебная является наиболее важной из трех процедур. При этом данный способ применяется, если задолженность физического лица перед банком, микрофинансовой организацией и коллекторским агентством не превышает 1600 МРП. Для этого заемщик не должен иметь какого-либо имущества на свое имя. На одобрение влияет и просрочка погашения кредита свыше 12 последовательных месяцев. Кроме того, сумма долга должна превышать 5,5 миллионов тенге. Следует отметить, что при банкротстве имущество должника будет реализовано с аукциона. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор вправе забрать его в ходе конкурсного производства суда. Самое актуальное среди этих процедур является внесудебное банкротство, где данную процедуру проводит уполномоченный орган в лице департамента госдоходов. Должник может подать заявление в госкорпорацию правительства для граждан. Он еще должен пройти урегулирование платежеспособности со своими кредиторами, то есть с банками второго уровня. Данное заявление электронным путем либо на бумажном носителе в дальнейшем передается в департамент госдоходов, и где уполномоченный орган в течение 6 месяцев будет проводить процедуру внесудебного банкротства. По исполнению всех мероприятий выносится заключение о завершении данной процедуры и все его долги считаются списанными. Монопольные рынки требуют перехода к новой тарифной политике, так называемый тариф в обмен на инвестиции. Ведь искусственное сдерживание цен чревато веерными отключениями, авариями и как итог угрозой здоровью и жизни граждан. Об этом сообщили на брифинге представители Департамента комитета по регулированию естественных монополий по области ЖТСУ. По словам спикеров, тариф будет предоставляться в обмен на вложение в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет цен на предоставляемые услуги. Программа предусматривает привлечение инвестиций в отрасли за счет собственников имущества, увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий, дальнейшее регулирование путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий. Эти меры позволят достичь цели по сокращению износа сетей на 15%, снизить потери и улучшить качество регулируемых услуг. При этом будет сохранен баланс между ограничением прибыли монополистов и обеспечением инвестиций в инфраструктуру, заключили участники брифинга. Среди нерегулируемых факторов заметную роль играет удорожание всех логистических процессов. Из-за геополитического кризиса, последовавшего сразу за коронакризисом, прерваны многие маршруты поставок, что особенно серьезно коснулось машин, спецтехники, оборудования, аппаратуры, инструментов, запчастей, расходников. Всю эту технику теперь приходится приобретать напрямую у производителей, причем не только из стран Европы, но и зачастую из Японии или Кореи, что ведет к значительному удорожанию тарифа. Наркоторговца с партией марихуаны задержали в Талды-Кургане. Спецоперация проведена в центре города. Полицейскими арестован 30-летний житель Алматы, в рюкзаке которого при досмотре обнаружена марихуана. Общий вес изъятых наркотиков составил чуть более 125 граммов. Факт официально зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с возбуждением уголовного производства. Подозреваемый помещен под стражу. Расследование проводится по статье 297 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта. Спецоперация по задержанию подозреваемого проведена в центре Талды-Кургана. Полицейскими задержан 30-летний житель Алматы, в рюкзаке которого при досмотре обнаружена марихуана, расфасованная в 44 спичечные коробки. Расследование проводится по статье 297 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый помещен под стражу. На одном из СТО в городе Актау произошел пожар. Взорвалось 6 бытовых газовых баллонов. В результате случившегося на месте происшествия скончалась сотрудница станции техобслуживания. И еще трое мужчин с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в Мангисталскую областную больницу. Всего в тушении огня участвовали 25 пожарных спасателей. Также было задействовано 6 единиц техники. На месте находились сотрудники Центра медицины катастроф. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причины чрезвычайного происшествия устанавливаются. В Казахстане с 2023 года иногородным студентам будет оплачиваться компенсация за проезд в каникулярное время без подтверждающих документов в размере 4 МРП, то есть 13 800 тенге. Об этом заявил на коллегии министр просвещения Гани Бесимбаев. Также планируется запустить пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Это даст возможность выпускникам школ параллельно с аттестатом о среднем образовании получить диплом колледжа и выйти на рынок труда, подчеркнул Гани Бесимбаев. Декрет для пап. В Казахстане предлагают ввести отцовскую квоту. В программе предусмотрено то, что родитель может воспользоваться отпуском, длящимся несколько недель. В этот период глава семейства сможет полностью сконцентрировать свое внимание на любимом чаде. Согласно исследованию Института социального развития, в нашей стране вовлеченность отца в семью занимает достаточно низкие рейтинги. Эксперты уверены, проект способен изменить данное положение дел. По данным ЮНИСЕФ, малыши, которые растут в семье с заботливым отцом, имеют в будущем целый список преимуществ. Они более способны находить высокооплачиваемую работу, менее склонны нарушать закон и бросать школу, и даже менее склонны к ожирению. Два года условно и пожизненный запрет на отстрел получил нерадивый охотник на юге Франции. Обвиняемый в непредумышленном убийстве, он застрелил 25-летнего мужчину по имени Морган Кин, спутав его с диким зверем. В тот момент погибший рубил дрова на своем участке. Жертва скончалась на месте. Условное наказание коснулось и организатора облавы. У него отобрали охотничью лицензию сроком на 5 лет. Франция – страна с самым большим количеством охотников в Европе. Это единственное государство, которое разрешает отстрел животных каждый день в течение охотничьего периода. И несмотря на призывы экоактивистов и онлайн-петиции Ассоциаций пострадавших, на этой неделе французское правительство отказалось запретить звероловство по воскресеньям и во время школьных каникул. Вместо этого охотникам предлагается регистрироваться в мобильном приложении. Также за период президентства Эммануэля Макрона стоимость разрешения на охоту сократилась в два раза – с 400 до 200 евро. Однако на законодательном уровне все же будет введено новое правонарушение охоты в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В Великобритании 25 тысяч врачей скорой помощи не вышли на работу в знак протеста. Врачи, водители и диспетчеры предъявляют властям требования, в числе которых повышение заработной платы и увеличение численности персонала. Наряду с этим протестующие также выразили недовольство политикой властей в области здравоохранения. Манифестантов не устроило предложенное правительством увеличение оплаты труда всего на 4%, тогда как инфляция превышает 11%. Ожидается, что на следующей неделе на улицы городов Туманного Альбиона выйдут и медсестры. А 1 февраля в масштабной забастовке примут участие более 100 тысяч госслужащих. В Гуанжоу БМВ протаранил группу пешеходов. Пять человек погибли, еще 13 пострадали. Перед наездом на людей водитель вышел из автомобиля и стал разбрасывать денежные купюры прямо на проезжую часть, привлекая своими действиями внимание как можно большего количества потенциальных жертв. После происшествия мужчина попытался скрыться, однако был пойман полицейскими. Преступником оказался 22-летний племянник секретаря провинциального комитета Компартии Китайской Народной Республики. В американском городе Лейк-Плессиде стартовала зимняя универсиада, в которой также принимают участие и казахстанские спортсмены. Всего за медали зимней универсиады поборется 1443 атлета из 50 стран мира. Стоит отметить, сборная Казахстана по хоккею уже показала лучший результат, обойдя своих соперников. О том, с кем еще придется сразиться на льду, нашим хоккеистам расскажет Кундес Нурмухамбетова. 5-1. Сборная Казахстана в матче с игроками Южной Кореи одержала разгромную победу, однако это не повод расслабляться. Впереди наши хоккеистов ждут встречи с командами из Венгрии, Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут дружины, занявшие первые и вторые места. Стоит отметить, студенческая сборная Казахстана поделена на две группы. На зимней универсиаде нашу страну представляют 78 студентов, которые примут участие в 12 видах спорта. Таких как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг и конькобежный спорт. Команды, занявшие первые два места, в каждой из групп выйдут в полуфинал. Кроме финальной игры, также будет проведен матч за третье место. Стоит отметить, на аренах Лейк-Плэсида всего будет разыграно 86 комплектов медалей. Хондус Дурмуханбетова по материалам интернет-ресурсов. На этом у меня все. До следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. Только хороших новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok